Итоги уходящего вторника Что поразило известного журналиста Тысячи горящих огней Иудеи отмечают Хануку Как встречают праздник радости в Бобруйске Время ставить елку В Бобруйском лесхозе выращивают новогодние деревья Сколько стоит праздник А также начинающий курьер Безопасная акция И снежные заносы На Бобруйск обрушился циклон Бенедикт О чем предупреждает госавтоинспекция Из первых уст Александр Лукашенко дал интервью Международному информационному агентству Россия сегодня В качестве интервьюера выступил Генеральный директор и известный журналист Дмитрий Киселев Во время беседы затронули двусторонние отношения России и Беларуси Интеграцию в рамках союзного государства И конституционную реформу Отдельно обсудили иммиграционный кризис Я вынужден иметь планы И подразделения части беларусской армии Которые будут реагировать на любую попытку Здесь создать конфликт На границе Прибалтики, Польши и Украины Дмитрия Киселева поразила готовность президента До последнего отстаивать интересы республики Разговор длился больше двух часов Достаем лопаты В Бобруйске выпал первый снег Метель не утихала вплоть до самого обеда Аварийность на дорогах выросла в несколько раз Автомобилисты не успели приспособиться К изменившейся погоде В такой период следует избегать опасных маневров Соблюдать дистанцию и скоростной режим Плюс с 1 декабря водители обязаны Использовать зимние шины За этим будет особый контроль За отсутствие зимней резины В период с 1 декабря по 1 марта Предусмотрена административная ответственность В размере до 1 базовой величины За повторное же такое нарушение Предусмотрена административная ответственность В размере от 2 до 5 базовых величин Дорожники просят водителей Не препятствовать уборке Завтра в первую половину дня Возможен небольшой снег А вот на следующей неделе Белорусам стоит подготовиться И к похолоданию Столбики термометров могут опуститься До минус 8 В корзине Даркнета В Бобруйске задержали закладчика наркотиков Предложение подработать местный житель Получил от администраторов интернет-магазина Где он сам покупал психотропы Спустя 2 недели незаконной подработки Мужчину задержали оперативники Установлено 50-летний бобруйчанин Приобрел партию товара в Могилеве При нем обнаружили 100 грамм эфедрона Возбуждено уголовное дело Консультация нотариуса Контроль цен и география экспорта В стране построят новые молочно-товарные фермы Какое место занимает Беларусь В мировом рейтинге продовольственной безопасности Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре В транспортно-логистическом центре За ночь более 140 беженцев Обратились за медпомощью 6 госпитализированы На стационарном лечении Продолжают находиться 11 человек Также здесь открыли Круглосуточный медицинский пункт На месте есть все необходимое Для оказания экстренной помощи Включая кардиограф В республике в ближайшие 5 лет Построят 64 молочно-товарные фермы А пока Беларусь наращивает Производственный потенциал И расширяет географию экспорта В рейтинге глобальной Продовольственной безопасности Наша страна в 2020 Заняла 23 место в мире Для сравнения В 2019 мы занимали 36-ю позицию В Беларуси вовсю продолжается Компания по вакцинации Мобильные пункты В которых можно привиться от коронавируса Развернуты по всей стране Даже в торговых центрах, метро И, конечно, на базе стационаров И поликлиник Процедура доступная и бесплатная При себе нужно иметь только паспорт В преддверии новогодних праздников Контроль цен особенно активизирован Стоимость на социально значимые товары Не должна быть завышена Это касается как магазинов крупных ритейлеров Так и мелких Как показывает анализ В Могилевской области Почти каждый второй объект торговли Имеет нарушение Мониторинги проходят по всей стране Нотариусы Беларуси 3 декабря Будут консультировать бесплатно В этом году республиканская Благотворительная акция Приуроченная к празднованию Дня юриста Пройдет в онлайн режиме Участие в ней примут Все нотариальные конторы И бюро страны Первый пункт в праздничном списке В бобруйские елки Выращивают в питомнике лесхоза Затем они отправляются На специализированные базары На выбор в катках и обычные Как долговечная альтернатива Искусственная ель Ольга Васенда уже выбрала Новогодний атрибут Здесь рождаются Новогодние деревья В питомнике Бобруйского лесхоза Сезон посадки елей Начинается еще весной В тепличных условиях Из семени за 12 месяцев Вырастают саженцы От 5 до 7 сантиметров Проходит еще год И рост увеличивается Почти в два раза Дальше их ждет Открытый грунт На поле они подрастают До возраста 4-летнего А потом уже 4-летние елочки Вообще высаживаются Или высаживаются в лес Идут для восстановления лесов Или же мы высаживаем на питомники Для доращивания их И потом для продажи Для доращивания как новогодней ели Общая площадь питомника Свыше 21 гектара В последние годы в моду Вошли деревья в катках Ели, сосны и туи Их высаживают в горшки С двухлетнего возраста Впервые в этом году На лесной плантации Посадили семена пихты Плюсов новогоднего дерева В катке много Во-первых, это запах вои в доме Во-вторых, тренд на экологичность Ближе к весне Ель можно посадить, например, во дворе Купить новогодний атрибут Можно будет на елочных базарах В прошлом году они начали работу С 19 декабря Тогда за деревья в катках Выше метра просили Порядка 27 рублей За обычные – 9 В предпраздничный период На усиленные дежурства Переходит лесная охрана Даже на перевозку купленной ели Или сосны Должны быть документы Как правило, это чек об оплате За незаконную заготовку елей Предусмотрена административная ответственность В виде штрафа В размере до 30 базовых величин Кроме указанного штрафа Граждане будут обязаны возместить вред Причиненный окружающей среде Еще одна альтернатива – искусственная ель Стоит дороже, но зато прослужит долгие годы Цена зависит от роста новогодней красавицы Варьируется от 20 до 200 рублей В ассортименте как классические деревья Так и с пушистыми ветками Напылением снега И декоративными шишками Представлены белорусским производителем Эксклюзив такой Ручная работа Стеклянные шары и игрушки Цены от 9 до 18 рублей На витринах и большой выбор елочных игрушек Стоимость от 2 рублей Все зависит от дизайна, размера и материала Цена на мишуру выше рубля На огоньки от 10 до 50 Здесь же предлагают эксклюзивные сувениры Керамические санты, олени и пряничные домики Новогодние чудеса приближаются А значит самое время покупать подарки И создавать праздничное настроение Как в своем доме, так и за его пределами Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Роковая привычка В Бобруйске завершилась акция Не прожигай свою жизнь Место встречи – торговый центр Спасатели напоминали покупателям О самой распространенной причине пожаров Предлагали обменять сигарету на конфету Маленьких бобруйчан Акция не обошла стороной Для них подготовили познавательную викторину Рассказали о безопасном поведении Дома и на улице За правильные ответы юным посетителям Доставались сладкие подарки и раскраски Еще говорим о безопасности в быту О газовой безопасности, электробезопасности О правилах пользования печным отоплением Об установке пожарных извещателей И затрагиваем на самом деле Все аспекты безопасного проживания Людей в быту Уже с 1 декабря стартует традиционная акция МЧС Безопасный Новый год Акцент спасателей сделают на зимнем периоде В частности, правильном использовании пиротехники Поведении на льду и травматизме Праздник обновления Еврейские общины по всему миру отмечают Хануку В этот период иудеи устраивают пышные застолья и веселятся Вместе танцуют, поют и молятся Торжество продлится вплоть до 6 декабря Тысячи горящих светильников Главная традиция Хануки В это время вспоминают чудо, которое произошло еще во II веке до н.э. Иудеи подняли восстание против сирийского царя Антиоха, Который пытался силой приобщить их к древнегреческому многобожию После победы евреи пришли в оскверненный Иерусалимский храм, Где нашли только один кувшин масла для лампад Его хватило бы на день, но сосуд горел 8 дней Количество свечей в подсвечнике всегда равно дню праздника В первой горит лишь одна В восьмой Ханукия заполнена вся Огоньки всегда зажигают слева направо От специальной свечи шамаша Она пламенеет на протяжении всего торжества Ханукию принято зажигать с появлением первой звезды на небосклоне За полчаса обязательно нужно воздержаться от пищи Делает это обычно глава семьи Таким же правом обладают мальчики с 9 лет Праздник света еврейские дети получают подарки и деньги А женщинам во время горения свечей запрещено выполнять любую работу Каждого семья, каждого дома Даже когда они считают, что где-то у них маловато есть доходы и так далее Не нужно расстраиваться, надо наоборот Ключат, что вот сегодня мы должны быть все сыты Как это делать? Вот поможет Всевышнего Имеется в виду, что человек должен идти податься на него Босна Всевышнего, твою надежду И он тебя накормит Паститься в эти дни запрещено Иудеи устраивают пышные застолья и веселятся Вместе танцуют, поют и молятся в еврейском дворике На столе обязательно присутствуют пончики и латкист То есть картофельные оладьи А также молочные продукты и блюда из сыра Зачастую хануку ошибочно принимают за религиозный праздник На заблуждение во многом влияет тот факт, что по времени торжество оказывается близко к Рождеству у западных христиан Праздник ханука это вообще праздник света Это, как все мы знаем, это победа света над тьмой Этот праздник символизирует то, что каждый человек в своей жизни должен стать светом для своих близких И так как каждый человек начнет делать это, нести больше света для своих близких, весь мир больше наполнится светом Хануку отмечают еврейские общины по всему миру Это праздник веселья, радости и надежд А огонь, горячий в каждом окне, напоминает о присутствии Всевышнего Который помогает каждый миг и защищает от тьмы Торжество в этом году продлится вплоть до 6 декабря Пока не будет зажжена последняя ханукальная свеча Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобрыск 360 Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok